Слава Украине! Привет всем от Полонского! Продолжается нефтяной коллапс на так называемой России. Я уже вам рассказывал, что за последний месяц экспорт российской нефти шлепнулся на более чем 50%. Некоторые говорят на 56%, но тут не в одном проценте, уже говорится вверх-вниз. Разница есть сведения 54-56%. Без разницы, ребята. Половину нефтяного экспорта как-то резало. А что это значит? Это значит, что половину доходов не больше, чем половину. Объясняю почему. Если раньше они экспортировали нефть по нормальным ценам, то есть, ну, скажем так, в сегодняшних категориях, в сегодняшнем ценовом диапазоне они должны были бы в нормальной ситуации экспортировать ее долларов за, наверное, 65-68, ну, около 70. И, кстати, 70 долларов уже у них заведено в госбюджет на следующий год, на 2023 год. Весь бюджет на этом скроен, так сказать. Потому что заводы накрылись, фабрики накрылись, все разорилось, все развалилось. Иностранные инвесторы сбежали, ритейл завалился, все распалось. Нефть и газ остались. Ага, не остались дудки. Вот. Так о чем я? Давайте теперь посмотрим на нескольких конкретных примерах на кирдык нефтегазовой отрасли, так называемой России. Так вот, есть такая огромная контора китайская, называется China Costco Shipping. Это 1400 танкеров, которые ранее возили аж бегом дальневосточную нефть. И они полностью отказались от перевозки рашистской нефти. А зачем оно им надо? Я вам тысячу раз говорил, что ни одна уважающая себя компания нефть этих шлеперов возить просто не будет. Ну, зачем оно им, честное слово, надо? Ну, ты сегодня повезешь, это все. А завтра тебя в нормальный порт не пустят. Скажут, пошел вон отсюда, ты шлепер. Иди гуляй. Это туда на Молдаванку, а на Молдаванку что же они пустят? Ну, скажут, иди гуляй, я не знаю. Это Владивосток, что там у них есть, да? Приказючье или там за туалетие. Вот там вот гуляй и все. А нефть как возить? Ни одна компания нормальная не возьмется. Вот China Costco Shipping, они возили кучу нефти, правда, не Юралс, а вот этой дальневосточной нефти, она, по-моему, ЕСПО имеет обозначение. Не столь важно. Да, ЕСПО. Все, они отказались от ее перевозки. Если вы думаете, что это все, нет, еще одна. Точно такая, ну, там компания поменьше, но очень большой флот. Смотрите, значит, есть такая греческая компания, как известно, греки, они же имеют один из самых больших в мире торговых флотов. И вот Avin International, 35 танкеров в общей вместимости 2,5 миллиона тонн на секундочку, это супертанкера, все, отказались возить российскую нефть, то же самое. Оно им не надо. Поймите, вот танк запачкается российской нефтью, потом он приходит куда-нибудь, я не знаю, в Сиэтл, ему говорят, до свидания, дядя, сюда ты не заходишь, ты под санкциями. Все. Вы же понимаете, что бизнесом с Соединенными Штатами Америки, с Японией, в которой Россия тоже под санкции, с Южной Кореей, ТД и ТП, с Сингапуром, никто же не будет рисковать. Я уже молчу за ЕС, самый платежеспособный на сегодняшний день партнер. Но никто не станет рисковать. Это только какие-то вот маленькие компании, у которых там полтора танкера, и те с дыркой вот такой вот, с пробоиной там где-то в носу, которые завтра уже утонут вместе с экипажем. Экипаж состоит из каких-то папуасов там, из Тюмени. Ну, такие еще, может, что-то там будут возить. А так все. Никто не хочет возить. Больше 60 долларов, меньше 60 долларов, они тупо боятся, поймите правильно. Сегодня можно там меньше 60 долларов возить, а завтра примут новые санкции, и ретроградно лупанут по тем, кто возил там за 59 долларов. Всех под нож пустят. Ну, зачем оно людям надо? Или что-то там где-то недосмотрели в этих санкциях. Никто этого не будет. Они знают, что пациентами знают. Все, нафиг, не хочу, и все. Вот и все. Таким вот образом отказались. А экспорт как? Да, правильно, вот пишут. 56 процентов. Значит, посмотрите по цифрам, как это выглядит. Экспорт нефти из российских портов, из Сехеси брать полностью. Хоть Дальневосточный, хоть Черное море, хоть какое. Значит, рухнул на 56 процентов. 3,4 миллиона баррелей в суток в первой неделе декабря. Сейчас уже 1 миллион 600 тысяч и 1 миллион 600 тысяч в неделю. Это получается самый низкий показатель с начала года. Дальше будет меньше, увидите. Дальше вот что интересно, да. Из портов Балтийского моря, которые когда-то было для них главным окном в мир, правильно? На минувшей неделе вышло аж 7 танкеров. Аж 7 штук. На прошлой неделе это было 12 танкеров, а на последнюю неделю декабря, ой, извините, ноября 15 танкеров. Да, такая динаминка вниз. Опять-таки, по той же самой причине. Никому это не надо, никому не нужны проблемы, связанные с тем, что ты имеешь дело со страной банкротом. Никто не хочет подвергать себя даже теоретической опасности того, что ты влетишь под санкции. Соответственно, получается очень безрадостная для Путлера и его банды картина. Значит, Европа полностью отказалась покупать нефть. Осталась только Словакия и Венгрия. Весесловакия, опять-таки, скандал там дичайший, потому что это цирк. Они-то им разрешили покупать трубопроводную российскую нефть. Но они же эту нефть обрабатывают, переделают ее в солярку и передают Украине. Мы заправляем свои танки и наши танки давят Русюню на фронте. Спасибо, конечно, да, все нормально, все хорошо, работаем. Не, ну такая схема работает нормально, российские олигархи оплачивают наши танки. Ну, я не против, если все хорошо. Как с моей точки зрения, все нормально, да, вот такая нефть нас устраивает, да. Вот. И там сейчас на России такая буча из-за этого. Вот. А самое смешное, что нефтепровод дружба сейчас качает казахстанскую нефть на Европу, на Германию и так далее. Только казахстанскую. А российскую не качают. Ну, только до Венгрии, там маленькие объемы, на Словакию опять-таки там небольшие объемы. Вот. Ну, словацкие объемы нас устраивают, да, хорошо. Вот. А казахстанская нефть идет на Германию. А российская. А Германия это рынок, понимаете, Германия, одна Германия такой рынок, как вся Европа вместе взятая. А российскую нефть туда не пускают. Упс! Денег-то нету. Что ты там с Венгрией возьмешь? Три копейки. Со Словакии еще пять копеек. Это не бизнес. Вот так вот, друзья мои. То есть, они остались одним махом без денег. И за газ я даже не буду говорить, потому что там вообще им нечем его возить. От него там почти все поотказывались. Это полный там пролет с газом. Вот. И теперь получается такая картина, что они-то кричат, что мы сейчас армию будем увеличивать. Бла-бла-бла, ко-ко-ко. А за какие шиши вы ее собрались увеличивать? Вы банкроты. Вы банкроты. Вы нищие. Если вы думаете, что... Ну, в принципе, да, на тело греку и на валенки там солдата кому-то хватит. Ну, если вы там к июню будете увеличивать, то, значит, в июне дадите... Не, лучше, наверное, даже в мае, когда дожди. Там еще хороший такой майский первый гром как шибанет из-за сарая. И слетят с него валенки где-то там за углом. Да. Ну, и все. Да. Слава Украине.